Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Продолжая разговор о книге «Деяния апостолов», мы обратимся сейчас к 27 главе. 27 глава вместе со следующей, 28, содержит собственную историю путешествия апостола Павла в Рим. В 27 главу попала, по сути дела, половина этого путешествия. Рассказ о тех приключениях, которые Павлу приходится претерпеть по дороге из Иудеи в Рим. Повеление Бога, поручение проповедовать в столице империи, принятое Павлом, ну, трудно сказать, насколько с энтузиазмом, но, во всяком случае, исполняемое Павлом вполне ревностно. Вот это поручение ведет апостола в Рим. Это непростая задача, и вот этому должно послужить то, что апостол Павел потребовал суда у кесаря, значит, римская власть должна за казенный счет его туда, к кесарю отвезти, отвезти. Ну, потому что кесарь в Риме, Павел здесь, если он требует суда кесаря, ну, вот это не очень-то хорошо с его стороны, потому что придется местным властям потратиться, но, тем не менее, да, вот именно это и происходит. Итак, решено было плыть нам в Италию. Самый простой, быстрый и дешевый, кстати, заметьте, способ, это, конечно, морской транспорт, посадить людей на корабль и плыть из Святой Земли в Италию, огибая полуостров с юга, мимо больших остров Средиземного моря. Ну, все географии учили и представляют себе хотя бы приблизительно этот маршрут. Правда, надо сказать, что в это время мореплавление не так сильно развито, чтобы можно было по звездам напрямую под парусом, как какие-нибудь современные или 19-го или 18-го века парусные корабли прокладывать путь. В основном, конечно, корабли той эпохи занимаются тем, что называется каботажное плавание, более или менее неподалеку от берега, а часто даже и в виду берега, для того, чтобы можно было ориентироваться и не потеряться. сориентироваться не в виду берега, вдалеке от берега. Для мореплавателей того времени очень трудно. Хотя в некоторых местах существуют по сезонам устойчивые ветры, которым, доверяя, мореплаватели могут и удаляться на некоторое расстояние от берега, доплывать до Кипра, до Крита, до других островов средиземноморья достаточно больших. Одним словом, вот в начале 27-й главы евангелист Лука описывает, собственно, то, как апостолу Павла отдают под стражу сотнику по имени Юлию, и как Павел вместе со спутниками, со своими, так сказать, сокамерниками, но кроме этого еще и со своими охранниками, и, по-видимому, с друзьями, которые параллельно путешествуют с Павлом, не будучи, в отличие от него, формально заключенными под стражу, будучи свободными. Вот вся эта группа людей восходит на корабль и отправляются в сторону Италии. При этом, обратите внимание, Юлий, поступая с Павлом человеколюбил, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием, имеется в виду, что для путешествия нужны некоторые запасы и пищи, и денег. Да, ничего этого у Павла нет. И, тем не менее, вот некие друзья существуют на берегу, и Павел имеет возможность к ним сходить, к братьям и получить от них помощь, в помощь все необходимое. Ну, то есть, в общем, здравомыслящий человек этот самый Юлий, зная, что Павел сам потребовал суда у кесаря, и никаким другим способом к кесарю пробраться, пробиться невозможно. Даже если Павел доберется пешком до Рима, что в конце концов трудно, ну, можно, кто его к этому кесарю пустит. Ну, вот, этот сотник не устраивает над формально узником никаких издевательств. Он не ходит в кандалах, никто не ожидает, что он в любую минуту может сбежать. И, кстати, вот все вот это вот, что придумывают изощренные тюремщики позднейших времен, как еще унизить узника и заставить его страдать. Этого ничего нет. Итак, вот они отправляются и приплывают в Кипр по причине противных ветров. То есть, они предполагали, вероятно, плыть вдоль берегов Малой Азии, вдоль Киликии, Тарса, южного побережья. Тем более, что Павел, кстати, должен был хорошо знать эти места, он же из Тарса. Но из-за того, что направление ветра переменилось, и он дул навстречу, этот корабль вынужден был отклониться на юг и попал на Кипр. Вот. Потом они переплывают снова море на север и попадают в мир Иликийский, пересаживаются на другой корабль и двигаются дальше. В общем, здесь довольно подробно Лука рассказывает эти все детали. Нарратив, ну, в котором, собственно, кроме исторических фактов и особенностей их путешествия, ничего другого нет. Ну, вот с девятого стиха, когда путешественники прибывают в некое место, которое называется Хорошие пристани, не близко которого город Лосея, вот, Лука говорит, прошло довольно времени, они долго там, вот, задержались, пока они доплыли до этих хороших пристаней на Крите, и уже прошел пост, имеется в виду иудейский осенний пост. Соответственно, время, когда это происходит, это где-то около октября. И Павел говорит своим сопровождающим стража, который его стережет. Он говорит, я вижу, что плавание будет с затруднениями, с большим вредом, не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. Дело в том, что это время, когда, в общем, начинаются уже штормы, ветры, сильные, часто меняющие направления, и в древности плавание по Средиземному морю в этот сезон считалось неоправданно опасным, и обычно, ну, не то, чтобы прямо совсем прекращалось, но сильно сокращалось и ограничивалось только небольшими переходами вдоль берега на маленьком расстоянии от берега. Ну, в Крите так не получилось бы. Ну, вот Павел говорит о том, что, ну, уже сезон опасный, поэтому лучше было бы перезимовать, но сотник, рассказывает венглист Лука, больше доверял команде корабля, корм, чему и начальнику корабля, и, кроме того, в той пристани, где они находились, невозможно было перезимовать. Она, по-видимому, была открыта зимним штормам, и даже если остаться там и оставить корабль на якоре или вытащить на берег, штормы, скорее всего, сильно этот корабль повредят. Нужна была какая-то более закрытая гавань. Одним словом, Лука говорит о том, что Павел-то предупреждал, что не надо бы сейчас уже никуда плыть. Но они решили, ладно, все равно здесь зимовать негде, и там ничего, все будет хорошо. Шапками закидаем. Да, и они поэтому решили, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, и там перезимовать, потому что там они были бы защищены от некоторых ветров. Ну, собственно говоря, опять-таки, это рассказ просто о перипетиях путешествия. Ну, и вот они в конце концов подумали, подумали, что да, все складывается удачно, потому что подул южный ветер, и они решили, ну, как хорошо, мы сейчас переплывем куда надо, и поплыли поблизости от Крита. Ну, и дальше начинается сильный шторм, противный бурный ветер северо-западный, и, соответственно, корабль схватил и так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. Ну, вот прямо такой Робинзон Круза, можно сказать. Лука не описывает никаких деталей, но картина, тем не менее, очень впечатляющая, потому что корабль, который уже не в состоянии вернуться и пристать к берегу, его носит, болтает из стороны в сторону, ветры, которые меняют направление и в конце концов дальше они боятся сесть на мель, потому что если они сядут на мель, то корабль штормовые волны разобьют и куда денутся люди, которые на этом корабле находятся, если тем более эта мель будет достаточно далеко от земли. Ну, и чтобы не сесть на мель, они снимают, опускают парус, выбрасывают груз, чего только они и делают, чтобы уменьшить осадку корабля, ну, и в конце концов отчаиваются. И вот смотрите, как апостол Павел обращается ко всем этим людям, которые были на корабле, и говорят, я вам говорил, надо было меня слушаться, надлежало послушаться меня и не отходить открыто. Ну, да, надлежало, надлежало. Соответственно, есть надежда, что, может быть, хоть теперь они Павла послушают. А теперь же я убеждаю вас ободриться, потому что никто ни из нас не погибнет, только корабль. Ну, хорошо, с чего вдруг Павел это взял? А с того, что ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, Бог, которому я принадлежу и которому я служу. Вот, собственно, мы говорили с вами о том, что слово святость для апостола Павла и его эпохи и всего нового за это в целом обозначает именно это принадлежность Богу и служение ему. Больше ничего. Итак, ангел Божий говорит Павлу, тебе надо предстать перед кесарем. Это сверхзадача, не забылось, никуда не делось. Тебе надо предстать перед кесарем и Бог поэтому даровал тебе всех плывущих с тобою. Здесь явно нечто пропущено, потому что скорее всего апостол Павел молился обо всех тех людях в страшной опасности, которые рядом с ним находились, которые на волосок от гибели и просил, чтобы Бог спас не только его, Павла, но и всех этих людей. И на это ангел говорит ему, да, Бог тебя услышал и даровал тебе всех этих людей, никто не погибнет. То есть видимо явно Павел хотел, молился о том, чтобы никто не погиб, чтобы ему не быть единственным вырванным из лап так сказать смерти. И поэтому говорит апостол своим спутникам мужи, я верю Богу, что так и будет, как мне сказано, нас куда-нибудь выбросят. Две недели они так носятся, две недели. За это время кончается пресная вода, уже плохо с едой, хотя на корабле большой грудь пшеницы, но что ты с ней будешь делать в конце концов. И вот по каким-то им одним известным признакам корабельщики догадываются, что куда-то они приближаются, они замеряют глубину, становится все меньше. глубина. Ну и решили они удрать на лодках эти самые команды корабля. Апостол Павел говорит сотнику, что если они сейчас уплывут, нам всем конец, потому что мы не сможем спасти этот корабль. Тоже такой драматический сюжетный поворот, потому что солдаты из охраны обрубают канаты. Ну просто представьте себе это такая прямо сцена из боевика. Одни пытаются спустить лодку с носа, чтобы те не видели, что они собираются куда-то там что-то делать, якоря какие-то куда-то везти. Другие обрубают канаты, лодка падает, ах, все остаются на корабле, теперь уже спастись невозможно. Ну в общем за таким довольно уравновешенным рассказом евангелиста Луки стоят чрезвычайно эмоционально насыщенные события. И вот Павел говорит сотнику, который не забудьте охраняет Павла, стережет его как узника, и Павел ему говорит, если они уплывут с корабля, мы все погибли. Когда наконец уже возможности сбежать команда корабля лишилась, Павел обращается ко всем и говорит, мы уже две недели тут болтаемся, ничего не ели, ешьте, давайте поедим. Да там половина сухопутных людей, у них от двухнедельной болтанки такая морская болезнь, что они думать об этом не могут. Другие от страха может быть парализованы, лучше понимая, что происходит с ними. Профессиональные корабельщики. Не до этого. Павел говорит, прошу вас принять пищу, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы. Ну, тоже, насколько там они прям невредимы попадут на берег, сложный вопрос, но это выражение в ту эпоху означает все-таки вот именно спасение из страшной беды и неминуемой гибели. Сказав это, он взял хлеб, возблагодарил Бога и разломив начал есть. Возблагодарил Бога перед всеми. Евангелист Лука вообще-то не уточняет, а теперь ужасно интересно, что же все-таки делает Павел. Что значит возблагодарил Бога? Ну, потому что конечно любая иудейская трапеза начинается с благословения Бога и хлеб для того, чтобы его разломить, раздать и есть, нужно благословить, собственно, благословить Бога, благословенный Господи Божий наш, Царь Вселенной, изводящий хлеб из земли, хотя бы вот там такими краткими словами. Насколько возможно и уместно было совершить нечто подобное, с учетом того, что большая часть присутствующих язычники, вопрос сложный. христианскими 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 преломлением хлеба, потому что это кажется вовсе невероятным в подобной ситуации. Так или иначе, как-то Павел молится в этот момент. и что-то он говорит на этом корабле, который еще в шторме, еще непонятно, что с ним будет, который уже трещит по швам, и вокруг язычники, которых ни в жизни не пустили бы на порог никакого места, где преломляют хлеб перед Господом Богом нашим, тем не менее он молится и говорит вот благословляет Бога, благословляет этот хлеб. И это тоже свидетельство, свидетельство и о Боге, и о самом Павле. Но обратите внимание, что для иудея той эпохи трудно себе представить, что хлеб может преломляться в присутствии язычников. Трудно себе это представить. Для христиан то же самое. И христиане последующих времен отгораживают преломление хлеба стенами завесами, картинами, иконами. Вот. Все до русского высокого иконостаса, который, как кажется, должен дойти до неба, чтобы никто, не дай Бог, не увидел, что там происходит. Как преломляется хлеб. А здесь Павел делает это невзирая ни на что. Прямо на палубе посреди иудеев, язычников, христиан и открытого бушующего моря. Потому, что он делает перед лицом Божьим. И его ничто не смущает. Он не пытается забиться в трюм с этим действием. И так он благодарит Бога и, разломив, начинает есть. И в конце концов, они все последовали его примеру, приняли пищу, а там на минуточку 276 человек на корабле. И после этого они начинают выбрасывать пшеницу в море, чтобы снова еще облегчить корабль. И в конечном итоге корабль действительно они поднимают маленький парус, держат берегу, корабль попадает на косу, сел на мель, но это коса, по которой можно добраться до берега. Это не середина моря, где можно только плыть, чего древние, кстати, умеют очень плохо. И что очень трудно в море, конечно. Ну, вот, они действительно сели на мель на некой песчаной косе, по которой добираются до побережья. Но только прежде, чем это произойдет, и это плавание так удачно закончится, воины решили, что перебить узников лучше, чем риск, что они разбегутся. тоже на самом деле уму непостижимо. Что такое в головах у этих воинов? Ну, к счастью, сотник, желая спасти Павла, удержал их от этого, ну, и все в конце концов вышли на землю. кто-то умеющий плавать доплыл, потому что какая-то коса была рядом с берегом, а остальные там на досках, на каких-нибудь обломках все спаслись и попали на землю. Продолжение следует...